Всем привет! Приветствую вас на нашем канале. Сегодня мы будем менять задние колодки BMW X5 E53 кузов. Для замены нам понадобится набор шестигранных головок, ключ, комплект колодок и домкрат. Также нам понадобится струбцина. Откручиваем задние колеса, ключ на 19 мм. Потом украшиваем автомобиль, откручиваем колесные болты. И снимаем колесо. Вот видно остаток тормозных колодок. Первым делом при помощи металлической щетки очищаем тормозной суппорт и тормозной диск. Под слоем ржавчины найден оригинальный значок BMW. Тормозные диски оригинальные. Вот сам значок. Оригинальный номер. Продолжаем убирать ржавчину. Далее открываем капот. Нам необходимо открутить крышку бачка тормозной жидкости. Откручиваем. Можно оставить в таком положении. При помощи отвертки разводим тормозные колодки. Вставляем отвертку между тормозной колодкой и диском. Суппорт у нас свободно передвигается. Теперь можно его откручивать. При помощи отвертки снимаем пыльники направляющих суппортов. Это верхний. Так он выглядит у нас. И нижний. Нижний так у нас выглядит. Они идентичные. Откладываем. Теперь при помощи шестигранника на 7 откручиваем тормозной суппорт. Одеваем шестигранник в трещотку и срываем. Откручиваем нижнюю направляющую суппорта. И достаем направляющую суппорта. и выкручиваем полностью верхнюю направляющую. И достаем нашу направляющую верхнюю. и снимаем тормозной суппорт. Это износ наших колодок. Откладываем суппорт. Снимаем тормозную накладку с тормозного цилиндра. Откладываем ее. При помощи струбцины сводим тормозной цилиндр. Устанавливаем струбцину по центру. И начинаем сводить. Следим за уровнем тормозной жидкости в бачке. Ослабляем струбцину и снимаем. При помощи щетки аккуратно вычищаем тормозной суппорт от грязи. Вычищаем так, чтобы не повредить наши пыльники. Также вычищаем посадочные места тормозных колодок. Из кофе суппорта. Продуваем все сжатым воздухом. Приступим к обработке преобразователя моржавчины. Проходим полностью все ржавые места. Продолжаем прибыльно. С нашей высшей мордочной од yard жизни и без OFC если вам тормоз, то же самое необходимое место термозаг героя. Ждем порядка 15-20 минут и дополнительно прочищаем посадочные места колодок. Обезжириваем поверхность суппорта бензином калошей. Вступим к покраске тормозного суппорта. Для этого устанавливаем старые тормозные колодки на место и ставим суппорт в наше посадочное место на скобу. Закрываем тормозной диск бумагой и прокрашиваем наш суппорт при помощи краски от наволок. И наносим тонкий слой краски на тормозные диски. После высыхания краски снимаем колодки старые и устанавливаем новое. Я взял по производителю Зиммерман, вот номерочек, вот наши колодки наружные и внутренние. Устанавливаем внутреннюю колодку на место. Для сравнения вот старая тормозная колодка, а вот новая. Вот видно насколько износилась. И устанавливаем наружную. Заводим тормозную скобу. Теперь очищаем наши направляющие. Теперь наносим смазку на направляющие. И устанавливаем их на место. И вторая. И закручиваем. И закручиваем нижнюю направляющую. И зажимаем направляющую суппорта. И устанавливаем пыльники направляющих на место. Устанавливаем на место скобу суппорта. Со второй стороны у нас стоит датчик износа колодок. Сейчас мы будем снимать. Для этого нам понадобится отвертка. Отодвигаем два усика металлических. Снизу и сверху. И достаем наш датчик износа тормозных колодок. В данном случае он у нас не отработал. Его можно ставить повторно. Сейчас мы его вычистим. И установим в дальнейшем на новые колодки. С правой стороны приступаем к разборке тормозного суппорта. Снимаем скобу. И откладываем ее. С помощью щетки по металлу вычищаем суппорт с этой стороны также. Откручиваем направляющую суппорту правого тормозного суппорта. И достаем нашу направляющую суппорта. И откручиваем нижнюю направляющую суппорта. И снимаем нашу нижнюю направляющую. Сводим тормозной суппорт. И снимаем тормозной суппорт. Откладываем его. С правой стороны мы также обработали преобразователем ржавчины. Суппорт и тормозной диск. Сейчас приступаем к покраске. Излишки краски можно убрать при помощи акрилового растворителя. И прокрашиваем скобу суппорта. Откручиваем установки тормозных колодок с правой стороны. Удаляем старые колодки. И устанавливаем новое внутреннее. Защёлкиваем. Заводим тормозную скобу. Далее направляющую. И устанавливаем их на место. Верхние. И нижние. И закручиваем направляющие. И устанавливаем заглушки. И устанавливаем наш датчик износа тормозных колодок на место. Устанавливаем датчиком в эту сторону. Не забываем про металлическую пластину. Датчик на месте. И фиксируем провод. Далее устанавливаем скобу на место. И закручиваем крышку тормозного бачка. Готово. И устанавливаем колеса на место. И устанавливаем правое колесо на место. И зажимаем наше колесо. На этом всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк. До встречи на канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok